Всем привет, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, я рад вас приветствовать. Сегодня необычный для меня день, потому что я три года не вёл канал. И несмотря на то, что в 2011 году я был первым в России, который начал снимать тему панические атаки, неврозы, ВСД, и стал популяризировать тему невротических расстройств, вам кажется, что панические атаки-то случились только вот буквально в 20-х, когда ковид ко всем пришёл, и все блогеры стали об этом писать. Но на самом деле я лично столкнулся с паническими атаками ещё в далёком 2006 году, о чём, собственно говоря, на этом канале очень много рассказано, как я с этим боролся, как это всё стало моей профессией, сейчас я об этом не буду. Последние три года я занимаюсь своей частной практикой и занимаюсь образованием в нашей замечательной стране. И не было времени и сил снимать блог в том объёме, в котором я это делал раньше. Но теперь у меня есть такие силы, теперь у меня есть такая возможность, и я хочу объявить о том, что канал Невроза Мегаполиса возвращается, и возвращается в новой версии 22-го года. У нас будет очень много новых рубрик. Будут разборы сериалов, разборы фильмов, разборы кейсов. Будут тематические лекции по тревоге, панике и психотерапии. Не психологии, а психотерапии и физиологии. И самое главное будет новое шоу, которое будет сниматься в этой студии, но в другой локации. Оно будет называться Невроза Мегаполиса. Невроза Мегаполиса – это то, чем я занимался два года на телевидении. Я работал для канала You, и я работал для Russia Today. И вёл два проекта, и получил достаточный опыт, чтобы понять, как бы я хотел видеть настоящее такое шоу, которое я хочу показать людям. Там, в этой программе, будут абсолютно реалистичные, настоящие люди. Кто-то из них будет моими подписчиками, кто-то моими знакомыми. Там будут и певцы, и артисты, и блогеры, и блогерки, и просто люди из соседнего подъезда, которые столкнулись со своей психологической проблемой и придут поделиться своим опытом, как они с этим справлялись. В общем, это будет очень интересно, очень откровенно. И я надеюсь, что у меня получится выступить в качестве и ведущего, и редактора, и режиссёра. Посмотрим, как это у меня будет выходить. Вообще, ведущий из меня так себе, мне кажется, как и всё остальное. Значит, что хочется вам сказать. Спасибо вам большое, что вы не отписались от канала, несмотря на то, что он три года практически не вёлся. Спасибо вам большое, что вы со мной. Я очень ценю вас, потому что у нас начинается сегодня занятие второй поток, начинает заниматься в школе эмоционального интеллекта и психотерапии, а я занимаюсь профпереподготовкой, я учу психотерапевтов. И у нас 500 человек. И эти 500 человек – это мои подписчики. Это те ребята, кто когда-то столкнулись с тревогой, с паникой, с неврозом, с ОКР, с ВСД. Вот это всё. Посмотрели мой канал, позанимались со мной, позанимались на моих онлайн мероприятиях. Поняли, решили, и им понравилось. И вот эти 500 человек – это мои подписчики. Там очень пока что маленький процент людей, которые меня не знают. Все, кто к нам идут учиться, пропитаны доверием и пропитаны уважением и пониманием тому, насколько качественный продукт в образовании мы с Альмирой Маратной сделали. Сегодня у нас выпускается первый поток 200 человек. Сегодня я буду вручать 200 дипломов с Альмирой и пускать в рынок, так сказать, 200 профессиональных консультантов, которые будут набираться, безусловно, ещё опыта. Но половина из них уже к нам пришли с определённым бэкграундом. А учитывая то, что они все столкнулись когда-то со своими проблемами разного рода уровня, им есть что вам сказать. К тому же наша программа – это не обычная программа. Это не программа «Психолог онлайн». Это программа по медицине и по психотерапии. Мы очень много времени уделяем медицине, дифдиагностике, физиологии, нейрофизиологии, психиатрии и двум важным психотерапевтическим методам, которые являются научно доказанными и клиническими. Конечно же, мы не готовим психиатров и врачей, но наши студенты прекрасно знают, чем отличаются симптомы ишемической болезни сердца и пароксизмальной тахикардии от панических атак, какие симптомы возникают у гипотириоза и железодефицитной анемии, как они путаются с ВСД и паническими атаками, как путается остеохондроз и панические ратаки, ВСД и неврозы. В общем, об этом не сегодня. Спасибо вам большое. Я рад работать для вас. Впереди много интересного. И до новых встреч!